Я работала на тот момент в морге. Мы на 1 января выгребли все холодильники. Человек вообще стал неуправляемым. Ты мне корову, я тебе ракушку. Всем привет. На связи зумеры и бумеры. Я Сергей Вострецов. И сегодня мы поговорим с вами о такой животрепещущей теме, которая нас окружает постоянно. Это деньги. Деньги. Как заработать первую копейку? Куда ее вложить? И что сделать, если вдруг неожиданно на вас свалился миллиард? Все это мы обсудим сегодня с двумя поколениями наших гостей. Сегодня у меня слева от меня типичный зумер, внук Эдуард. Приветствую. И справа от меня его родная бабушка. Не знаю, наверное, язык не поворачивается назвать ее бумером, потому что она любому зумеру сейчас даст фору. Его родная бабушка Светлана. Эдуард, расскажи, пожалуйста, ты помнишь, как вообще ты заработал свои самые-самые первые деньги? Нет, если вообще самые-самые первые деньги, это было в детстве на Новый год заработано. Вот мы на 1 января выгребли все холодильники, все сигареты забрали у родителей, алкоголь, и у нас в доме мы под лестницей сделали воображаемый магазин и заново их перепродали им. То есть вот так мы наводились. Родителям? Да. Они поехали за день до этого, все купили, пока они спали, мы это все забрали и перепродали им обратно. А как они к этому отнеслись? Нормально. Спокойно. То есть такой домашний терроризм. Да, просто под лестницей была кладовка, и мы еще это все туда спрятали, закрыли и поставили лавочку перед ней, и сидели втроем. Там я, младший брат, и кого-то там из гостей была дочка, и вот мы втроем сидели и продавали им. Напомнишь, сколько заработали? Ой, на тот момент это было порядка 200 долларов, где-то так. Светлана, вы помните, как вы заработали свои первые деньги? Ну, вообще, это было в больнице, поэтому если говорить о зарплате, то я получила первую зарплату. Мы ее обмывали, это точно помню. Потому что я работала на тот момент в Морге, лаборант-гистолог. Да. И устроили такой прям пир. Я на деньги смотрю как на инструмент свободы в каких-то желаниях, в каких-то целях. Допустим, есть у меня какие-то, связанные с определенной затратой. Да, вот в этом случае можно сказать, что, ну да, это ценность. А так, чтобы это, именно как деньги ради денег, нет. То есть, вы легко расстаетесь с деньгами? Легко. Очень легко. Они легко приходят и легко уходят. Да. Ну, знаешь, расскажи это шахтерам. Деньги, которые заработаны с большим трудом, их, наверное, так тяжело потратить. А деньги, которые неожиданно пришли, упали на голову, их, наверное, намного легче потратить. Труд массажиста, он вообще не безоблачный. Это вот просто пот, и руки, и там все это, и спина. Но, тем не менее, я как-то расстаюсь легко все равно. Боложение давать тяжелее принимать. А упал бы на вас, например, миллиард рублей. Легко бы спустили. Жду. Я думаю, была бы растерянность. Что купить? Почему? Какой бы дом, отгрохали бы. Знаешь, какой дом бы отгрохали. И на Переяславской там тоже дом бы очень хороший построили. Есть же две постройки крупные. Я слышал разные такие истории о том, что, например, многие люди... То есть, большинство людей из тех, которые заработали... Не заработали, а выиграли, например, большие крупные суммы где-нибудь в лотерее. С этими деньгами вообще абсолютно легко тратили их. И как-то вообще в неизвестном иногда направлении. Кто-то от чего-то умер от слишком большого веселья. Кто-то, например... Был такой британец, британец Майкл Кэррол. Он выиграл на наши деньги как раз порядка миллиарда рублей. Купил себе огромный Мерседес с надписью «Король гопников». И буквально прокутил все за 10 лет. Миллиард. Ну, если в рублях перевести. А сейчас абсолютно без денег. Ну, и работает грузчиком. Зато грифанул. Кто-то деньги сливает буквально за несколько дней. Как пришли, так и ушли. Говорят. Ну, вот, например, бывают совсем другие истории. Например, краснодарец Владимир Шатохин выиграл большую сумму денег. И за эти деньги купил дочери квартиру, себе загородный дом и внедорожника, которым давно мечтал. Вот на что он потратил остальные 70 миллионов рублей. К сожалению, неизвестно. А может быть и к счастью. Так же еще, например, петербуржец Иван Кулачков на свои 40 миллионов купил квартиру, машину. Ну, и третьим номером поездку. Не угадаете куда? В Сахару. В Сахару. Ну, это, кстати, очень классная и интересная вещь. Тратить деньги на путешествия для того, чтобы... Ну, мечта, скорее всего, была. Да, и как-то расширить свой кругозор. Человек после каждой поездки возвращается новым другим человеком. Да, однозначно. Да, и я думаю, вы, наверное, знаете, да, что вот совсем-совсем недавно, вот только-только прошел новогодний розыгрыш в русском лото, где разыграли миллиарды и другие призы. И вот люди теперь должны как-то решить, что делать с этими деньгами. Я думаю, разберутся. Кто расскажет, на самом деле, куда... Вот вы говорили о 70 миллионах, куда он их не сказал, да? А кто расскажет? Как? Я знаю историю очень такую тоже крутую. Наш россиянин, я не знаю, где он, откуда он, где он живет, выиграл большую сумму, большую. Купил несколько квартир у себя в городе, там что-то порядка, не знаю, тоже 70 миллионов, что ли. Купил квартиру у себя в городе, несколько квартир купил, деньги вкладывал в образование своих детей, но семье своей не говорил, откуда эти деньги появились. Только потом, в какой-то момент, когда его пригласили спустя там три, наверное, года на телеканал, в программу «Русская палату», если не ошибаюсь. И только тогда семья узнала, что он выиграл эти деньги. Ну, я думаю, правильно поступил, потому что... И аккуратненько, и вкладывал в семью и так далее. Неизвестно вообще, как бы это отразилось на семье. Допустим, пришли эти деньги, чтобы вот так вот не спустить, как многие люди, которым неожиданно пришли эти деньги. То есть, вот эта психология человека, как пришли, так и ушли. Это же не совсем, наверное, правильно. Думаю, что нет. Надо научиться правильно управлять этими деньгами, управлять этими финансами. Куда-то вложить, может быть, положить на счет, как вы это сделали. Ну, как вы думаете, если... Сильно ли меняет человек вот такая вот большая сумма? Вот тебя бы изменило сильно? А деньги и власть определяют наше внутреннее естество. Вот один... Я знаю такого человека, да, вот Валика. Ну, ладно, ты же еще маленький был. Он был совершенно... Человек был совершенно другой. Мужчина целеустремленный, организованный. Ну, очень много было у него положительных качеств. Но когда на него свалились большие деньги, человек вообще стал неуправляемый. И плюс еще власть. Он был президентом корпорации. И очень сильно... Вот все, за один год у человека все пошло под откос. Человек до этого 23 года не пил, не курил. Вообще такой семьянин там, вот все было. Ну, да, тут, наверное, соблазнов больше появились. Я думаю, что там внутри у него вот была вот эта червоточина какая-то, или там грызла его. И вот он дорвался к деньгам. И выпустил наружу. И выпустил, да, вот монстр какой-то там сидел. Вот. И его, кстати, недавно видела. Да. Очень. Очень сильно изменился. Я слышал истории такие вот совсем недавно. Тоже какой-то один иностранец выиграл несколько миллионов долларов. У него там строительная фирма какая-то была. Так он деньги-то оставил себе. Что-то купил дом. И стал, продолжает работать так же строителем и работает бесплатно. Просто продолжает заниматься любимым делом. Вот тут, да, вот какая-то есть внутренняя, наверное, стержень человека. Ну, да. Когда он получил. Не, я сам, например, по себе помню, что я раньше считал, сколько тебе нужна, например, зарплата, чтобы жить хорошо. Ну, там 30 тысяч рублей, например, 20 лет назад. Я думаю, отлично. Потом я начал получать 30 тысяч рублей. Нет, надо 50 тысяч рублей. 50 тысяч. Нет, надо 100 тысяч рублей. У меня ничего не получается. Просто мне кажется, когда появляются деньги, чем больше денег у тебя появляются, тем больше у тебя вот этих денежных потоков на то, на то, на то. Чем больше денег, тем меньше денег. Да, да, да. А как это сохранить? Вот, например, так называемое управление финансовыми. Ну, управление... Ну, как, зачем? Подождите, Светлана. Вот смотрите. Вот у вас, например, миллиард. Ну, хорошо. Хорошо, 100 миллионов рублей, допустим. Допустим, 100 миллионов рублей. Вы как, возьмете и все спустите? Да нет, конечно же. Нет, конечно. Ну, вот я говорю о тех проектах, которые у меня есть, ну, да, вот я бы обязательно их осуществила. Светлана, ну, вот какие проекты? Открыл бы реабилитационный центр, потому что очень много есть людей, нуждающихся и в социальной реабилитации, и в физической. И есть очень много семей, которые, прожив какое-то определенное время, друг другу нанесли травмы, дети. Вот я бы открыла вот такой реабилитационный центр, такого гостинично-домашнего такого плана, вот чтобы быть свободным в деньгах, да, вот чтобы это приносило людям прежде всего, ну, возможность восстановиться. Вот у меня вот такой есть план. Притормозить время, посидеть, подумать. Да, да. А портят ли деньги отношения? Например, в семье такое может быть? Потому что я, например, знаю такие истории, что в семье у мужа и у жены разные кошельки. Ну, это хорошо, но бывают же случаи, когда, наоборот, отношения дружеские портятся. Когда, например, вкладывают в одно дело, потом говорят, нет, все, вот я хочу так, я хочу так. Потом деньги, заработанные, например, большие деньги, они портят эти отношения. Вот вы сейчас так подтверждаете. Значит, что-то было в жизненном опыте у вас? Расскажите. Ой, да. Ну, не хочется, конечно, об этом говорить, но присутствуют такие моменты. Я в общих чертах скажу, что да, есть, есть такое. И когда только начинают совместный проект какой-то, и пока еще нет больших денег, все отлично. Как только деньги большие появляются, все... Причем у нас даже семейные отношения на фоне бизнеса даже были, вот с фотостудией нашей. Да, вот пример. Мы очень сильно ссорились с мамой. Ну, да, я помню, ты рассказывал, когда вы студию делали, а сейчас вы вместе не сотрудничаете? Отчасти. Ну, это такое, я думаю, это больше помощь идет. Да, пришел, что-то сделал, получи, а так нет. Хорошо, ну, а каким должен быть, на ваш взгляд, ну, так называемый базовый доход? Вот такой минимальный, чтобы... Ну, как-то прожить... Без лишних таких, без лишних, без ничего. Вопрос как Бендеру, да, сколько? Да-да. Это не ясно, не скажешь точно. А смогли бы жить где-нибудь, например, в деревне, с собственным хозяйством, абсолютно без денег? С собственным хозяйством? Ну, обязательно. Там же есть тоже везде люди. Людей можно организовать. Продать. Нет, я имею в виду, чтобы они помогали по хозяйству. Ну, и везде, везде, где есть люди, везде можно что-то организовать. Ну, то есть, если бы, например, сейчас мы оказались в таком альтернативном мире, в котором не было бы вообще денег. Ну, вот не было бы таких вещей. Когда-то, что у нас еще и не было, в принципе. Люди менялись с тем, что у них было. Кто-то умел там... Ну, да. Понял, что надо выращивать пшеницу. Кто-то там разводил скот. Это был такой обмен. Ну, да. Но это было бы лучше, чем сейчас? Мир был бы лучшим? Нет. Трудно сказать. Наверное, нет. Да. Так вот, коммунизм. Да, какой-то коммунизм. Да ну, нет. Социализм. Ну, просто... Может быть. Может быть. Какое, наверное, дошли до стадии, что кто-нибудь научился бы... Ну, как это, в принципе, и произошло. Произошло, да. Один умел, один одно, второе, третье и четвертое. И потом он такой, а, я научусь и это делать. Думаю, зачем мне ему отдавать будет свое там урожай, если я это могу и сам сделать. И вот потихоньку так оно и перешло. Тинька, а-мага, ты сделай это. И вот ты сможешь заплатить. А кто-то пришел, ничего не умеет. Такое, типа, ну, давайте мы придумаем. А я буду отдавать под проценты. Да, давайте мы придумаем, что земля – это ценность. Да. Ты мне корову, я тебе ракушку. Да. Утопия. Без этого... В этом, наверное, ну, да, мне кажется, без денег нереально. Нереально все равно. То есть, это про... Обмен товара. Да, что это равенство было, все были бы одинаковые. Тут кто-то делает больше, кто-то меньше. Все получают одинаково. Ну, как-то, я думаю, все забьют и начнут делать все, что попроще получать одинаково. С наличием денег в нашей жизни мы постоянно находимся в процессе их поиска. А если бы денег вообще не было, то это была бы утопия, и они, в конце концов, наверное, и появились. И вот в конце нашей сегодняшней встречи хотелось бы, наверное, спросить у двух поколений, что же делать с этими деньгами. Светлана, так все-таки копить или тратить? Ну, конечно же, копить. Но при этом обязательно тратить. Потому что, ну, смысл того, что, ну, накоплю я, все равно с собой ничего не возьмешь. Правильно ведь? Да. Поэтому надо жить и в свое удовольствие. Но останутся счастливыми внуки. Ну, я думаю, что внуки сами работают. Сами разберутся. Конечно, они сами разберутся. Хорошо. Эдуард? Я все-таки, наверное, за... Буду больше и солидарен, но, я думаю, вкладывать их, а не копить и тратить. Вкладывать и тратить. Вкладывайте... Хорошее, плохое. Вкладывайте и тратьте. Это была программа «Зумеры и бумеры». С вами были Светлана, Эдуард и Сергей Вострецов. Всем хорошего настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова